Игромания Тут сразу стоит сказать, что авиация в игре есть винтовая и реактивная. Самолёты первого типа летают с помощью двигателя внутреннего сгорания, вращающим лопасти винта. Второй тип приводится в движение реактивным двигателем за счёт выбрасывания струи газа от сгоревшего топлива, как у ракеты. Такая авиация занимает War Thunder последний, пятый ранг. Бои тут проходят на значительно больших скоростях и сильными перегрузками. Как следствие, заметно отличается и геймплей. Вроде есть и бомбардировщики, и штурмовики, но в основном друг с другом сражаются истребители. Штурмовик в воздухе на поздних рангах встретишь нечасто, а бомбардировщик и того режешь. На наш взгляд потому, что в этих классах не так-то много удачных моделей. В этом плане ситуация может скоро измениться. В ближайшем патче мы ждём, например, советский Ил-28 — солидную машину с прекрасным курсовым и задним вооружением. Кроме него ожидается целая серия новых японских машин — британский «Веном» и «Канберра». «Канберра» для США и немецкий «Хортен-229». Несмотря на то, что реактивные самолёты — новое поколение авиации, они далеко не всегда лучше поздних версий винтовых истребителей. Это и понятно. Начальным моделям часто не хватало скорости и манёвренности. Чтобы эффектно сражаться на том же «Метеоре» третьей версии, сначала приходится долго набирать высоту, потом долго разгоняться и затем уже только вступать в бой. Иначе никак. Игра на реактивах — это в основном бои по принципу «ударил — убежал», потом вернулся — и опять ударил. Стоит потерять энергию — и всё, труп. Но в целом, конечно, реактивные самолёты, особенно поздние, могут похвастаться завидной прочностью конструкции, чтобы выдерживать большие скорости и перегрузки. Нужно очень постараться, чтобы оторвать себе крылья во время виража на «Сейбре» или «Миге-15». Не обидели их и вооружением. Почти вся реактивная авиация несёт крупнокалиберные пушки с мощными боеприпасами. Но большая пушка ещё не залог успеха. Стрелять-то в таких условиях намного сложнее. Тут важна скорость реакции и ювелирная точность стрельбы. Высокие скорости заставляют брать сильные упреждения и стрелять с максимально коротких дистанций. На скоростном вираже метров с 800 попасть почти нереально. Часто игра сводится к лобовым атакам, а там вероятность выжить 50 на 50. Но если вы и всё-таки смогли положить пару снарядов в крыло оппоненту, не сомневайтесь, это сильно усложнит ему жизнь. Скоростные самолёты реагируют даже на небольшие повреждения. Поэтому, кстати, и сами старайтесь особо не подставляться. Ещё одна фирменная особенность реактивов — воздушный тормоз. Он позволяет резко сбросить скорость в полёте. Например, чтобы не развалиться в пике или не дать противнику пропустить вас и зайти в хвост. Выпускайте, если самолёт уже на грани флаттера, а также при активном маневрировании. По умолчанию это кнопка «Аш». Теперь о картах и геймплее. В аркаде ограничений по картам нет. В РБ география боёв тоже широкая, но в основном все дерутся на карте «Корея» — месте исторического противостояния советского МиГ-15 и американского «Сейбра». Ограничений по нациям на этой карте нет. Видимо, чтобы пилоты всех реактивных наций сражались себе подобно. Всё, как обычно, начинается с набора высоты. Советуем сначала набрать горизонтальную скорость примерно 450-500 км в час, а затем уже подъём под углом в 10-15 градусов. Это позволит дольше сохранять энергию и, следовательно, быстрее набирать высоту. Полагаем, около 6000 метров будет достаточно. Это справедливо, в принципе, для всех реактивов, ну, кроме разве что «Ки-200» и «Мессера-163». Это самолёты-ракеты. Топлива у них мало, поэтому нужно сначала быстро набрать высоту на максимальной тяге, а потом сбавить её процентов до 60-ти. И соображение экономит. И, конечно, следите за уровнем горючего в баках, чтобы вовремя отступить на аэродром. У той же 163-й модели его, горючего, хватает всего на 6 минут. Взлетев, начинаем высматривать оппонентов. Не устаем повторять. Важно хорошо знать свою машину, чтобы понимать, против кого разумно драться. В первую очередь запоминайте максимальную скорость и время виража. Со временем научитесь легко прикидывать, от кого сможете убежать, а кого победить в маневренном бою. К примеру, британский Метеор 4-й версии — не лучший оппонент для Мессера 262. Тот обставит его по всем параметрам, а попадают они в один бой. Взглянем на ветки исследований. Хотя со временем разработчики обещают добавлять всё новые модели, на сегодняшний день парк реактивов богат далеко не у каждой нации. Безоговорочные лидеры США и СССР. У них самые серьёзные машины верхнего уровня. США славятся своими Сейбрами, Пантерами и Шутингстарами. Советы — знаменитыми Мигами 9-м и 15-м. Также в советском арсенале есть реактивные Ла-15 и серия Яков. Следом британцы с линейкой Метеоров и Вампиром. Затем немцы, у которых в запасе множество 262-х, 163-я Комета, 162-я Саламандра, Арадо, а также МиГ-15 ВВС ГДР и канадский Сейбр. Замыкает список Япония. Их реактивы — это фактически почти полное заимствование технологий других стран. Тот же Ки-200 — ничто иное, как японский вариант немецкого 163-го. А Асейбр, как Вы можете догадаться, достался от США. Если Вы только-только знакомитесь с реактивной авиацией, советуем начинать с американской ветки. Яркий пример — F-80C Shooting Star. Отличная скорость, маневренность, внушительный боезапас. Он позволит быстро привыкнуть к динамике боя и, к тому же, часто попадает в схватки к винтовым самолетам. А это приятно. Легкие мишени. Напоследок, о реактивных бомбардировщиках и штурмовиках. Хотя на высоких рангах они действительно менее популярны, любители пострелять по наземной технике все же встречаются. Для них, например, есть немецкий Арадо. Сложная, спорная машина. Несколько комплектов подвесного вооружения, из которых самые полезные три бомбы по полтонны веса. Курсового вооружения и турелей нет. Сбросили груз и на базу. Отдельные Асы иногда промышляют тем, что таранят на Арадо других игроков. Иногда при этом засчитывается сбитие. Но это, сами понимаете, скорее кураж ради развлечений. В целом, бои на реактивах можно смело считать отдельным режимом со своими правилами. Их всего несколько. Во-первых, всегда набирайте высоту. Без нее драться невозможно. У Земли вы идеальная мешень. Во-вторых, не теряйте скорость. Медленный реактив. Мертвый реактив. И в-третьих, не лезьте на рожон, пока не исследованы все модули. Чинить самолеты на этом уровне очень дорого. Так что набирайте высоту и скорость в стороне от основного боя. Затем выбирайте себе цель и уничтожайте ее. Удачи на «Виражах». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова